Ранговая каточка Мясные пацаны не играют Здесь все на связи и все плюс-минус понимают, как нужно играть на каждой карте Поэтому посмотрим, как игрок под ником Kingpride отыграет на тайпе десятом Кстати говоря, присылай мне сообщение, тебя ждет месяц према Ну а у вас, если есть хорошие каточки, хорошие реплеи, то присылайте мне их Под видео в описании есть ссылка на ВК группу и Дискорд Правда, не забывайте присылать вместе с реплеем и скриншоты результатов боя Поехали! С чего все начинается? Ну, судя по разъездам, в порту никто не собирается принимать их И, в общем-то, все противники, скорее всего, находятся примерно на первой-второй линии Союзники проезжают немного дальше по порту, для того, чтобы убедиться, что там точно никого нету А в это время Kingpride подъезжает вот в эту позицию и удивляет Довольно-таки, да, неплохо получается удивить Абражку, который развернулся принимать противников Здесь, получается, закинуть ему сразу три плюхи Четвертой плюхи уже не получается у ВНов, не хватило Но, тем не менее, сразу 1700 домашки Противников все больше и больше начинает светиться именно на первой-второй-третьей линии И, судя по всему, там основная часть как раз и сгруппировалась Союзники с левой стороны уже начинают подъезжать Поэтому, в целом, скорее всего, да, скорее всего, противники все с правой стороны И, в общем-то, противники тоже не дураки Они видят, что навал идет снизу, да, то есть с порта выехала, ну, полкоманды примерно И для того, чтобы нормально в этой катке как-то вытащить, да, нужно продавливать быстрее Аб-линию Иначе будет совсем все плохо Здесь он даже уже стоит, как бы посмотрел немножко на челика, откинул дымы И решил, что союзники здесь уже с ним сами разберутся по-быстрому Нужно разворачиваться и подъезжать обратно, да, уже помогать союзникам, которые еще живые Но, как в итоге выясняется, союзников там уже тоже сдули И это большая разница между обычными стандартными боями и ранговыми боями И в стандартном бою вполне себе ты, возможно, приехал бы в спину противникам Которые там медленно и уверенно перестреливались бы до сих пор своими союзниками Здесь же нет А, получается шикарно разменяться с Иксемка Иксемка дает всего 1 кумуль на 187 А в это время получает на 1700 урона Тайп-10 магет В это время с левой стороны челик собирается заехать к нему в спину Вовремя получается манцевать Челик вылазит, выхватывает одну плюху, вторую плюху не пробивает Выхватывает три плюхи и сам не дает урона абсолютно никакого Как вы видите, да, в ранговых боях очень много челиков Но тайп-10 БФС и шикарно держит И поэтому все, кто пытается его пробить БФСами Обламываются Да и ББшки неплохо тогда получается натанковать Арматка, конечно, со своим большим НЛД Естественно, выгребает все по полной программе Без особых проблем Это минус арматка Тем временем противники немножко тогда размазались И нужно выцеплять сразу те, кто поодиночке Вот здесь как раз отвлекают пока челика Залетает к нему просто в наглую в борт Дает одну плюху, вторую, третью, четвертую Отправляет его в ангар И уже противники более или менее сосредоточены в центре Нужно быстро подниматься к ним и разваливать уже их 10 тысяч домашки уже есть и 3 фрага Счет пока хороший, да Счет 4-4, даже уже 4-3 Поэтому все нормально в этом плане Катка пока идет под контролем А тут внизу у нас получается стоит челик И там второй внизу еще один Союзный челик падает, но очень неудачно подставляется Его забирают, счет 2-3 И сзади нарисовывается объект 490 Нужно срочно разворачиваться И уже два союзника всего живые Точнее он и еще один союзник Нужно принимать быстро недобитого 490-го Заряжает в это время кумули Но челик не дурак Челик к нему в это время в спину едет Союзный Абрамс не получается помогать Там он сам занят другим челленджером Прилетает в спину БФС-ина Остается 1 хп Срабатывает командир Остается 1 хп И нужно быстрее сваливать назад Потому что впереди челик фуловый С левой стороны 490-й БФС-а получается танкануть Аккуратненько спокойненько отъезжает В это время союзник пытается мансить В эту сторону для того чтобы как-то Его на Абрамсе прикрыть Залетает еще один БФС Естественно не пробивает на шару Не получается добить от тайпа 10-го Надо откатываться назад Всего 1 хп В это время Абрамса начинают Ну естественно так как он В другой части карты Этого вообще нельзя никогда допускать Для того чтобы вы разделялись с союзниками Но тем не менее так получается И естественно противники сразу Быстренько сосредотачиваются на нем Нужно быстро его добивать Хотя на самом деле Нужно было мне кажется Додавить 1 хп-ого тайпа 10-го И вот здесь будет их ошибка В это время получается очень классно С вертухи просто косом Кумулятивно-осколочным Добить все-таки 490-го У которого тоже был 1 хп Кстати ровно 10 тысяч домашки И тут уже нужно быстро возвращаться Теперь обратно к Абрамсу К союзнику и прикрывать уже его Потому что за ним гонятся 2 челика Абрамс очень технично Оттуда успевает свалить Причем без засвета Да потому что Челики поехали как-то в ту сторону Где он раньше светился А тут раз И Абрамс уже находится здесь И все И понимаете Все очень грамотно сработано Абрамс оттянулся четко Теперь под прикрытие уже тайпа 10-го И здесь уже на себя Вытягивает этих челиков А тайп 10-ый с 1 хп Но в целом почему нет Через дымы опять же Аккуратненько Получается прикрывать Кинул плюху сразу дымы Чтобы не получить в ответ Потому что уже получать урона Некуда больше Одна прочность А Абрамс в это время продолжает Баалини тянуть их на себя И вот он Вот тут он их просто Разводит классически Да что называется Разводит пожиже Они на него начинают тянуться Хотя нет Опять же Как они Только один Абрамс решается В это время Проехаться по каналу Чтобы в спину Абрамсу зайти А в это время Челик Ну наверное По их задумке Должен был в спину Абрамса убивать Но как бы Челик там У Челика не особо-то Это получилось Потому что он тоже Уже остается шотный И он вроде бы Выезжает Да пытается выезжать К союзнику В спину К Абрамсу Но ничего не получается Да здесь его Подсвечивает И прикрывает Тайп десятый Опять же Абрамс его добирает И тут уже остается Только вдвоем С двух сторон Развалить Челик Которому конечно же К этому времени Нужно было уже Откатываться назад Для того чтобы Не получать урон в спину Вытащенная катка Максимально динамичная 15 тысяч урона 5 фражек И хорошая такая Конкурентная борьба Ставим лайки За этот бой Подписывайтесь на канал Присылайте свои реплеи И увидимся в новом видео Пока